всем привет народ вы на канале мяски бани сауна с вами правда максим сегодня у нас на обзоре офигенская баня и такие проекты очень нравится именно такую же я бы себе бы с удовольствием бы сделал бы но делали мы ее не мне а делали мы нашему товарищу из братской белоруссии кстати странная вещь за столько лет производства мы пол европы банями утыкали а в белоруссии едет насколько мне память не смеет первая баня так что товарищи белорусы обращаемся тропа уже протопта на велкам это баня комбо увеличенной ширины и увеличенной высоты до 2 45 это максимально разрешенный габарит для перевозки цвет бани тик сама баня из линейки микс это значит что верхняя вся частью сделана из кедра а нижняя сделана из лиственницы то есть стапеля и вот 15 нижних досок или на увеличенном по моему 19 досок из лиственницы мы находимся со стороны комнату отдыха здесь у нас есть выход второго дыхания естественно второе дыхание в этой бане есть установлено окошко пластиковая с москитной сеточкой и заменена стандартная вентиляция на клапан и вот такую симпатичную заглушку топка печки у нас происходит с улицы задней части бани человек выбрал такой вариант есть два варианта скажем при боковом входе печка располагается и сзади то есть это все на любителя я тоже сторонник располагать печку сзади для того чтобы все дрова мусор и прочее прочее все было сзади конечно удобно когда у тебя там беседка впереди может даже стеклянную дверку поставить и там камином наслаждаться ну опять же дрова мусор и прочее никто не отменял и будет возле топки свинарник я тоже являюсь сторонником именно такого расположения печи вентиляционная приточка здесь тоже сделано из клапана и металлической заглушки расположена на рядом с печкой также здесь выполнен вот воды холодная горячая мы видим два патрубка внутри расскажу более подробно почему так сделано и вход второго дыхания также мы видим здесь два спаренных стапеля это тоже не случайно об этом более подробно внутри стороны парной у нас расположено два окошка 30 на 40 это термо древесина и также установлены две москитные сеточки летний период со стороны парной кажется странным располагать сетку но опять же если теплый регион можно для проветривания летом открыть окошки и туда никакая живность не будет залетать с этой стороны бани у нас тоже расположено окошко но тоже термо 30 на 40 расположена она в кровле то есть она врезана так скажем в кровлю для чего это я покажу более подробно внутри кровля финская черепица серого цвета входная группа расположена сбоку в больших банях это очень удобно часто об этом говорю но опять же повторюсь установлена пластиковая дверь закрывание очень мягенько мне вообще пластиковые двери крайне нравится чтобы закрыть эту дверь надо приподнять ручку вверх повернуть ключом частенько люди об этом просто спрашивают и не знают как пользоваться все тогда ручку я уже не могу назвать нажать дальше мы опять открываем нажимаем ручку и попадаю в баню на входе стоит 4 выключателя точнее два выключателя с четырьмя клавишами здесь все зоны разбиты таким образом у нас баня разделена на 4 зоны то есть мы можем каждым выключателем включить один светильник в комнате отдыха 2 клавиши включить 2 1 еще одна клавиша включает у нас свет на улице и одна клавиша включает парную это дополнительная опция вы можете тоже это заказать можно вообще каждую лампочку включать от отдельного выключателя мы находимся в комнате отдыха она длиной три метра здоровая комната здесь может расположиться много народу мебелишка у нас смотрите вся из необрезной доски за мне это очень нравится стандартные палочки как-то уже настолько все избита не обрезуха она выглядит всегда оригинально то есть она никогда не повторяется никогда один и тот же размер на один и тот же рисунок древесины не получится тем более когда она еще под затонированная вообще выглядит шикарно пользоваться и удобнее протер никогда ничего никаких пятен ничего не остается такая мебель прослужит максимально до лавочки у нас тоже из необрезной доски точно так же как и под спинки под спинки расположены под углом спиной здесь сидеть очень удобно они прям наклонены под спину шикарная вещь и полочки у нас тоже сделано в таком же стиле тоже необрезная доска все обработано тем же самым термостойким влагостойким лаком полочках можно много чего хранить то есть они не занимают совершенно место то есть если я встаю я не задевая головой они точно никак вас не побеспокоит но при этом здесь можно венички хранить полотенце халаты и прочную прочую банную утварь над столом у нас расположена люстра она включается с отдельного выключателя для того чтобы здесь ну например почитать может какие-то настольные игры поиграть можно сделать один светильник будет такое более затемненное помещение и можно более ярко поставить здесь можно лампочку любую кстати мощности поставить я не любитель кстати сильно яркого света в бане мне нравится когда приглушенные то есть такого плана люстра то есть она дает свою тень рисунок на потолке в общем такие вещи мне лично прикалывает напишите в комментариях как вам больше нравится когда яркое освещение в бане или когда более приглушенная с противоположной стороны стала вас такая же лавочка только чуть-чуть покороче но опять же ее длина 2 метра противоположная еще длиннее нее по моему где-то 230 то есть там можно лечь здесь тоже можно прилечь после баньки отдохнуть ну и также все с большой компании а чтоб нам сидеть здесь большой компании можно чай попить нужно электро розетка конечно то есть она здесь есть двойная цветная и под ней расположена еще одна в которую мы включаем обогреватель еще какой-то электроприбор тоже можем подключить постоянно рассказываю про электро обогреватели в банях ставьте их не игнорируйте этот факт у вас комната без отопления просто будет неправильно эксплуатироваться будет появляться конденсат будет все это действовать на каркас бани бани бочки каркас является несущим то есть если вы будете его нарушать разрушать естественно баня у вас долго служить не будет если вы будете эксплуатировать вами правильно у нас прослужит 100 лет окно у нас расположена по традиции над столом 20 сантиметров до открывающейся створки это тоже уже опытным путем мы к этому пришли открывается но наверх фиксируется на цепочку цепочка расположена с другой стороны и москитная сеточка данный момент тоже установлена все всякий мух сюда не залетит ну и по традиции напротив входной группы у нас расположен шкаф сделали такую рамочку обраме ли его тоже затонировали ручку затонирует чтобы она тоже прослужила подольше в шкафу есть масса удобных больших полочек можно расположить просто все что для бани нужно в этот шкаф засунуть и чтобы она не мелькала на глазах а то что нам не стыдно показать так скажем можно расположить на полочках заменена во всей бане у нас вентиляция вот на такие вот клапана мне кажется это очень симпатично выглядит и удобно пользоваться не надо крутить диск клапанный таком образом ну не знаю полсекунды и у нас опять открытая или закрытая вентиляция кстати забыл сказать что здесь комната отдыха дополнительно тоже обшита кедром то есть поверх основного кедра каркаса нашит еще вагонка тоже кедровая у нас общая толщина стен получается 70 миллиметров соответственно энергоэффективность этой бани увеличивается на дверью в парную у нас расположен абажур который закрывает стандартный светильник банный выглядит шикарно я считаю что в одном стиле да не обрезная доска и абажур в таком же не обрезном стиле дверь в парную матовая на трех петлях 8 миллиметров на мощном магнитном замочке и обналичка у нас тоже вся обработана тем же самым лаком что и вся баня а в парной нас встречает вот такая красота из можжевельника тоже я считаю одна из офигеннейших опций запах здесь стоит соответствующий если со временем он точно подсядет этот запах его можно прям шлифмашиночкой по верху пробежаться и можжевельник запахнет снова будет опять аромат но красота данная уже никуда не денется и можно лежать на полоке и наслаждаться красотой один из светильников у нас закрыт абажуром такими же как и в комнате отдыха то есть баня выглядит вся в едином стиле печка его stereo stone это печка нашего производства топится она с двух сторон мы видели одну топку с улицы 2 у нас топка снутри но в этой внутренней топки мы можем только подбрасывать дрова и мы не можем из отсюда зольником почистить и прочее сделано специально для того чтобы здесь не устраивать свинарник для того чтобы здесь было максимум как от камин уже посмотреть за огоньком это больше скажем так для удобства когда паришь чтобы контролировать у тебя пламя не потухла потому что объем камней большой непонятно когда печка потухла а так когда она мы видим пламя понимаем что он горит все работает как только пламя пропало закинули пару-тройку дровишек здесь чисто такой дежурный вариант ну и опять же можно присесть на полочек побалдеть посмотреть за огоньком у печки есть закрытая каменка в ней нефрит уже заложен так же как и наружный камень все это идет в комплекте потолочно проходной узел у нас выполнен из нержавейки она зашлифована покрашена черной термокраской далее идет опять же черный дымоход два сэндвич 2 сэндвич трубы и переходник монополметровый это идет все в комплекте если вам нужно заказать черный дымоход вы можете тоже сделать заявки пометку что нужен черный дымоход мы установим без проблем трапа у нас во всей бане тоже затонированы таким же лаком он термостойкий влагостойкий износостойкий напомню об этом и еще здесь особенность мы заточили трапы обратите внимание здесь прямо при переход прямо от нулевой в баню то есть мы иногда так делаем это тоже доп опция можете заказать для чего это делается для того что когда ногой сюда наступаешь ну когда просто доска кончается да там перепад 25-30 миллиметров как бы ну чисто на ощущениях это не очень приятно когда гладкий переход мы просто ставим ногу ну по ощущениям это гораздо приятнее по улице мы видели два патрубка для воды вот почему потому что здесь стоит смеситель то есть на мой взгляд это вообще идеальный вариант если у вас есть возможность подтянуть бане и холодную и горячую воду под напором это просто шикарно то есть пользуешься обыкновенным краном вообще не заморачиваешься как дома просто есть душ да мы можем ополоснуться можем и кстати человек с акцентировал на лейке внимание то есть она много функциональная она может бить струей ей можно пользоваться как дик душем то есть чтобы помыть баньку и можно лайтовенький такой напорчик чтобы человек лежит на полочке его обрызгать чтобы ему было приятно то есть ну очень интересная вещь мы обычно ставили всегда гиклейку хотя по идее ну реально можно поставить на функциональную лейку одну да мы делали и душ и гиклейку то есть спасибо опять же виктор вам за совет на душ у нас переключатель идет вот здесь сверху располагается мы можем либо набрать какой-то тазик воды либо ну переключить на лейку есть еще один кран идет вот сюда патрубок ответвление на трубу и эта труба идет на бассейн на купель точнее мы в купель можем при таком раскладе при холодной и горячей воде набирать прям горячую ванну себе сделать или холодную или прохладную или теплую короче какую хотим при смесителе это сделать гораздо проще чем при любом другом варианте который устанавливается в бане либо проточник либо табойлер либо просто бак тем более да то есть это дает кран огромную вариацию набора воды использование этой воды если есть у вас возможность такая подтянуть и холодную и горячую воду я в крайне рекомендую сделать этот вариант потом будете наслаждаться полки в парной г-образной формы тоже обработаны тем же лаком термостойким широкий основной 80 сантиметров не менее 80 по необрезной доске сложно замерить есть такой приступочек для тазиков для набора воды и с противоположной стороны тоже есть вспомогательный полок но в принципе на нем может человек тоже прилечь спокойно широкий так как баня у нас увеличенной ширины здесь можно тоже прилечь человеку невысокого роста обязательно второе дыхание то есть куда же без него пользуемся наслаждаемся я считаю что это одно из лучших изобретений в бане спасибо ивану бояринцеву за такую штукенцию в общем много где часто про это говорю не буду акцентировать внимание но есть еще второй вариант скажем так для подышать более классический если люди не хотят вторым дыканием пользоваться не умеют им пользоваться те что там уметь можно лечь сюда и подышать с форточки традиционным способом так скажем либо когда мы парим человека у него здесь находится ноги голова со вторым дыканием контактирует открываем форточку холодный воздух стелется по полку лежим балдеем но это еще не все здесь тоже у нас есть но не скажу нововведения мы это уже делали неоднократно здесь есть у нас дополнительный полок если у нас пришло много народу мы не хотим наполнять купель под этим полком расположена купель можно здесь сесть еще там трем человеком спокойно либо один человек может сюда лечь причем можно набрать воду лучше конечно холодную в купель и когда человек будет сверху лежать холодненькая водичка будет его охлаждать дышать будет тоже балдежно тоже мы так пробовали очень интересный эффект снизу холодненькая вода сверху лежишь можно не то что париться скорее вялиться так же да и при необходимости это вся конструкция сворачивается очень легко убираются вот такие три щита их можно в принципе здесь же в бане и поставить можно вообще вынести на улицу допустим и там парить два человека ни к чему эти стеллажи не думаю что туда-сюда это будет кто-то постоянно делать это скорее все такой вариант второй вариант нырнул в купельку ширина и 75 сантиметров здесь может человек вот таким образом сесть это очень удобно здесь в принципе ничего не жмет ничего не давит уже развалиться в водичке напротив сядет второй человек можно два человека здесь полу лежа то есть это мы тоже проходили то есть вот таким вот образом ложишься и в принципе воде очень балдежное ощущение вообще купели в парной это совсем что-то другое купель на улице и снег это примут из другой категории крайне рекомендую если есть у вас возможность ставьте купели небольшие можно и там не бассейн и вот они для ощущений именно в бане купель именно для этого и создана еще раз напомню ширина этой купели 75 сантиметров длина 230 по вот этой магистрали мы набираем воду в купель а сливаем воду вот при помощи открывания такой пробки на цепочке на нержавеющий это самый проверенный способ самый удобный самый легкий то есть для того чтобы набрать нам надо достаточно закрыть я лично даже не спускаясь купель когда набираю беру ковшиком задней его частью кошки у нас длинный чпок заткнул вообще даже внутрь не заводишь удобно ну открывать само собой вот сюда залез просто дернул за веревочку водичкой пошла а для того чтобы на не было скучно сидеть балдеть в купельке мы можем открыть окошечко и таким вот образом во первых подышать можно посмотреть сеточку если убрать то можно еще и видами понаслаждаться в общем такая у нас сегодня банька получилось если она понравилась обязательно напишите в комментарии что понравилось чтобы вы сделали может по-своему всем спасибо вам за внимание а ну да надо подписаться не забудьте обязательно и колокольчик отжать теперь все всем пока и с легким паром